Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России, доктор искусствоведения, профессор, оперный певец, баритон Сергей Яковенко. Сергей Яковлевич, спасибо большое, что пришли. Я сразу хочу нашим зрителям показать, ради какой замечательной личности мы сегодня с вами встречаемся. Сегодня день рождения, столетия, юбилей великой оперной певицы Зары Александровны Долухановой. Хочу начать с маленьких, таких очень проникновенных, сердечных слов, которые, насколько я знаю, Зара Александровна всегда получала в свой день рождения. От композитора Валерия Гаврилина. Какое счастье, какая милость, опять рождение ваше повторилось, и так далее, и так далее, и весна в этих стихах. Вот такая вот добрая традиция. И время будто снова будто вспять, и вы весеннее опять. Опять, да, да. Это удивительное имя, оно манкое, оно притягательное. Давайте начнем с сугубо профессионального, может быть, потому что личность будет нарисована в разговоре, безусловно. Голос. Что за особенность такая удивительная? Мецосопрано и при этом колоратурная. И дальше этот голос не понизился, как следовало бы ожидать, и так и должно было быть, да, в большинстве случаев. А наоборот, стал сопрановым. Мецосопрано стало сопрано. Что за такие метаморфозы? Ну, трудно сказать. Это природа. Вообще, считается, что больше ста лет в России до появления Долуханова не было колоратурного мецосопрано. А Рассини в оригинале писал и Золушку, и Семирамиду. И Зара Александровна с этим блестяще справлялась. Но тут было, так сказать, вам допущены две неточности. Во-первых, вы меня представили как оперного певца, а я себя представляю как камерный певец. И Зара Александровна, прежде всего, камерная певица. Вот во втором номере журнала «Музыкальная жизнь» большая статья юбилейная. И я там пишу, что с уходом Зары Долухановой по зданию камерного исполнительства пошли трещины. А сейчас оно просто в аварийном состоянии. И вот я хочу использовать этот юбилей великой певицы, чтобы вдохнуть новую жизнь в камерное именно исполнительство. Вот когда я учился в Нижском институте, у нас было пять классов камерного пения. А сейчас только в Петербургской консерватории остался класс камерного пения. В общем, какой-нибудь там бас оперный, который спел в своей жизни, там три романса, он преподает камерное пение. И вот такой фигуры, как Зара Долуханова, не хватает. У нее не было пробелов в репертуаре. Она пела все от барокко до модерна. Изумительная, совершенно сольфеджио, щедрена тональная она пела и справлялась с этим. Она пела тривердиво замечательно. В общем, это уникальный письмо. Когда она была жива, мы делали фестивали с помощью Ирины Константиновны Архиповой. Были мастер-классы Нины Ван дер Лиак, других замечательных педагогов, Белицевой. А вечером были концерты лучших камерных певцов. И как-то, в общем, камерное пение расцветало. С уходом за Жесана стало гораздо труднее. Но хочу, чтобы все-таки эта линия продолжалась. Вы абсолютно правы. Я вот сейчас начинаю вспоминать. И если ко мне приходят выдающиеся музыканты, связанные с оперным искусством, то мы немного говорим о камерном исполнительстве. Немного. Это не основное. Для большинства оперных певцов сейчас камерный концерт – это как экзамен. Ну, это же уникальное вообще искусство, русский романс. И я вот сравниваю концерт Зары Долухановой. Когда приходили на ее концерт, все думали, в каком она платье выйдет. У нее было больше ста сценических нарядов, которые она сама конструировала. Потом раздарила все ученикам. Как она будет причесана. Как писали во французской газете, что вышла богиня, королева, еще божественно запела. Понимаете, это было целое событие. И это событие было не менее ярким, чем оперный спектакль со всей его машинерией, с оркестром, с декорацией. Все выходила одна до Луханова. И вот на первых страницах моей книги вспоминает Ирина Васильевна Образцова, что попасть было невозможно. Они ночами стояли, милиция регулировала очередь. Это было... Они ходили как в храм. Это потрясающий был период. И именно вот на камерные концерты Зары Долухановой. А какие отзывы о ее концертах и в Карнеги-холл, и в Англии, и в Италии. Это богиня была, понимаете. И я, когда начал писать о Заре Санне, я привез четыре чемодана ее архивов. Там и письма, там и великих музыкантов, и поэтов. Я статью назвал в музыкальной жизни Полина Виардо XX века. Она была центр интеллектуального притяжения. Обязательно надо сказать о том, что она уникально совершенно занималась своим голосом. Значит, два с половиной-три часа она занималась сама. Только технологией. Только после этого приглашала пианиста-ансамблиста. Никто так не занимается. И когда она только думала, какая эмоция нужна в данный момент, ей голос подавал эту эмоцию. Понимаете, настолько все было сделано, настолько великолепная была форма. И я вот всегда студентам говорю, что надо уравновешивать весы. Вот вокально-технологическое и художественное, творческое. И вот Долуханова – это идеальный пример, понимаете. Удивительно, цельная личность таким образом складывается. Цельная. Цельная личность и невероятной скромности. Она все время начинала произведение, как будто она ничего не знает и не умеет. С чистого листа. Причем, когда хотели назвать ее именем конкурс «Янтарный соловей» в Калининграде, она мне позвонила и говорит, Сергей Борисович, ну ведь это неловко, я не могу на это пойти при жизни, называть моим именем. Я еле-еле ее вообще уговорил и сказал, что это ловко, это нужно, это поднимет престиж конкурса. Так что у нее, она какая-то райская птица, как будто она не отсюда. Вот Рубен и Карина и Рузана, ведь она родная сестра Дагмары, супруги Павла Городича и Листиана. Вашего педагога. Мы его педагога, и они, племянники, значит, Заря Александровна, они говорят, папа для нас был как крестьянин на пашне, а Заря Александровна где-то витала в облаках, это какая-то райская недесажимая птица, мы никогда в жизни не пришли к ней, хотя она была очень проста и доступна, любила нас без предварительного звонка, без какой-то, как мы выглядим, как мы одеты, как все. Она всех вокруг как-то подтягивала, понимаете, и это... Удивительно, что в нее невозможно было не влюбиться. Какие мужчины влюблялись у нее, удивительно, это же просто легенды ходят, это легенды ходят. Это не легенды, а Мстислав Леопольевич Ростропович был в нее влюблен, и стихи писал, но это было до знакомства с Галиной Павловной, но там были чудные стихи, прошли концертные заботы, несу виолончели ноты к тебе, возлюбленная Зара. И там много было всяких стихов поклонников, у ее ног были вообще лучшие мужчины своего времени, понимаете? Это замечательное совершенно явление. Вот потом, конечно, Зара Александровна необыкновенный художник. Это вообще отдельная история. Значит, ее муж, архитектор и рисующий человек, они приехали на дачу, она закончила петь. И я пишу, что это, в общем, событие очень грустное. В 63-м году последний ее концерт. Приехали, и она говорит, натяни мне холст на подрамник, я попытаюсь пейзаж написать. А он говорит, ты же не училась, как ты будешь петь, ну я попробую. И в итоге, значит, когда он пришел, пейзаж был, и мне кажется, он до смерти не поверил. Он говорит, кто сюда приходил, кто тебе помогал. Вот эти вот незабудки, я несколько провел ее персональных выставок. Да, приходили народные художники, говорили, что ее Господь Бог поцеловал. Это тоже поразительно. Вдруг певица закончила петь, и у нее вот это художественное какое-то ее начало стало здесь проявляться. Вообще она принимала участие в моей судьбе. Я попытаюсь успеть рассказать эту историю для меня дорогую. Когда мы еще не были знакомы, я учился на историко-филологическом факультете в институте Ленинском и Педагогическом. И я сдаю зачетную сессию накануне Нового года, и мне подарили обезьянку. И я, значит, с этой обезьянкой протянул руку в аудиторию, где принимала профессор Ротберг экзамены. И вдруг изнутри открывается дверь, и я с этой обезьяной перед ней. Она посмотрела на меня грустными глазами, так покачала головой, и подумала, что этот человек вряд ли может учиться в таком серьезном вузе. А у меня был билет на концерт в Большой зал консерватора. Ну, я грустный, думаю, не сдал этот зачет. Я пошел на концерт. И Стабот Матер Пергалези, и советский Нина Дерляк, и Зара Долуханова. И я забыл обо всех своих горестях, несчастьях, совершенно куда-то взлетел. И выхожу, и передо мной эта профессор Ротберг одевается. И я, оказываясь рядом, подаю ей шубку. Она, значит, оделась, на меня смотрит, говорит, а вы что здесь делаете? И я говорю, а я вот учусь параллельно в Гнесинском. Она говорит, у вас, наверное, тенор. Считается, что тенора очень легкобыселые. Я говорю, нет, баритон, говорю, я гордо. Она никогда бы не подумала. В общем, мы с ней идем, обмениваемся впечатлениями. И она говорит, зайдите завтра, найдите меня в институте. И поставила мне зачет. Без слова. То есть Зара Александровна приняла участие в моей судьбе, стала меня вести, да, еще до того, как мы познакомились. Ну, а потом я, естественно, был в нее влюблен всегда, в ее искусство, в эту личность необыкновенную. А вы можете вспомнить свою первую встречу с ней и последнюю? Знаете, она, когда заболела, она никого не принимала. Она захотела, чтобы в памяти она осталась вот такой прекрасной. Вот я большое участие принял в праздновании ее 85-летия. Вот это фактически было в Большом зале консерватории, когда звучит ее бах, и зайцевские модели выходят очень красиво под эту музыку, под ее пение. Слава Зайцева. Да, Слава Зайцева. И мне директор филармонии говорит, меня снимут с работы, причем тут этот вообще дом моды и до Луханова. И вспоминают до сих пор, как это замечательный совершенно номер. И началось все со звонка Марата Викторовича Баглая, он тогда был председатель Конституционного суда, большой друг до Луханова. И он говорит, Сергей Борисович, давайте отметим 85-летие Зары до Лухановой. Грандиозный сделали юбилей с ее помощью, он и вырвал, и Большой зал консерватории, и все это. И приехали лучшие певцы мира в ее честь, за свои деньги, естественно, все это ее приветствовали. Вот это вот мне больше всего запомнилось. А что касается первых встреч, ну они проходили в основном в Гнездском институте, она стала заведовать камерной кафедрой. Я там преподавал, и она приходила, мы с ней обсуждали какие-то профессиональные вещи. Она вообще очень была увлечена голосом, вокалом. Казалось бы, вот такой музыкант прежде всего нет. Вот для нее вот эта основа вокальная была очень важна и дорога. Спасибо вам большое. Я хочу в заключении, с вашей помощью, чтобы в памяти она осталась вот такой. Это ваша книга «Волшебная Зара Долуханова» и изумительный ее портрет. Еще вот такой портрет покажите. Да, с удовольствием. Лариса Парель, так она видела Зару Александру Долуханову. Собственно, и мы ее так видели. Богиня. Богиня. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо. Сегодня в главной роли доктор искусствоведения, певец Сергей Яковенко. Низкий поклон. Обязательно увидимся.